Здравствуйте! В этом видео мы с вами разберем, как изменяются по падежам числительные от 20 и выше. В первом видео мы разбирали от 1 до 10, во втором видео мы разбирали от 11 до 19. Сейчас мы все это повторим, но самое главное мы посмотрим, как более взрослые, скажем так, числительные изменяются по падежам. Давайте вспомним сами числительные. Теперь давайте вспоминать основы, потому что падежные окончания у нас добавляются к основам числительных, а не к самим числительным. Если у нас числительное «юкси», то мы не к «юкси» добавляем окончание, а к «югде». Например, если нам нужно добавить окончание «ста», то мы берем основу «югде» и добавляем «ста». КАКСИ, основа КАХДЕ, КАХДЕСТА. КОЛМЕ, так будет основа КОЛМЕ, КОЛМЕСТА. И НЕЛЬЯ, так будет основа НЕЛЬЯ, НЕЛЬЯСТА. У ВИСИ, будет основа ВИИДЕ, ВИИДЕСТА. У КУУСИ, основа КУДЕ, КУДЕСТА. СЕЙТЕМЕН, основа СЕЙТЕМЯ, без буквы Н, СЕЙТЕМЯСТА. КАХДЕКСА, основа КАХДЕКСА, без буквы Н, КАХДЕКСАСТА. И КЮММЕНЕН, основа КЮММЕНЕ, КЮММЕНЕСТА. Дальше у нас числительные от 11 до 19. УКСИ ТОЙСТА, КАКСИ ТОЙСТА, КОЛМЕ ТОЙСТА, НЕЛЬЯ ТОЙСТА, БИСИ ТОЙСТА, КУУСИ ТОЙСТА, СЕЙТЕМЕН ТОЙСТА, КАХДЕКСАН ТОЙСТА, УХДЕКСАН ТОЙСТА. Здесь нужно помнить, что когда мы изменяем числительные по падежам, меняется только первая часть. То, что мы делали с вами до этого. УКСИ меняется на УХДЕ и добавляется ТОЙСТА. Мы ТОЙСТА не меняем, всегда ТОЙСТА остается без изменений, меняется только первая часть. Например, с окончанием СТА будет УХДЕСТА ТОЙСТА. Дальше, если КАКСИ ТОЙСТА, то основа КАХДЕСТА ТОЙСТА. КАХДЕ может быть КАХДЕЛТА, КАХДЕСА ТОЙСТА и так далее. Если КОНЕ ТОЙСТА, то у нас основа КОЛМЕ, потом ОКОНЧАНИЕ, потом ТОЙСТА. КОЛМЕСТА ТОЙСТА. Если НЕЛЬЯ ТОЙСТА, то НЕЛЬЯ плюс ОКОНЧАНИЕ плюс ТОЙСТА. НЕЛЬЯСТА ТОЙСТА. НЕЛЬЯЛТА ТОЙСТА. НЕЛЬЯЛТА ТОЙСТА. НЕЛЬЯССА ТОЙСТА. И так далее. Если ВИИСИ ТОЙСТА, то основа ВИИДЕ, ОКОНЧАНИЕ и ТОЙСТА. ВИИДЕСТА ТОЙСТА. КУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ И дальше у нас идут числительные 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Давайте вспомним, как они выглядят. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. И здесь мы уже к каждой части добавляем окончание. То есть, если у нас числительное как секюммента, то основа будет как дэ, потом окончание, кюмменэ и потом снова окончание. Например, если у нас колмэ кюмменэ, то будет колмэ плюс окончание плюс кюмменэ и снова окончание. То есть, еще раз, к каждой части добавляется и к цифре первой, которая в начале стоит, и к десятку тоже добавляется окончание. Колмэста кюмменэста, если у нас числительное 40, 40, то тоже к каждой части добавляется окончание. 40 кюмменэста или 40 кюмменэста или 40 кюмменэлэ. Дальше. Висикюммента. Основа виде окончание кюмменэ окончание. Видесса кюмменэста или видели кюмменэлэ. И любые варианты. Виден кюмменэн, если нужен аккузатив или генитив. Курсы кюммента. Основа будет кудэ. Кудэ кюмменэ. Например, 6 кюмменэста или 6 кюмменэста или 6 кюмменэлэ. И так далее. 70 кюммента. 7 плюс окончание, плюс 10, плюс окончание. 7 кюмменэста, 7 кюмменэлэ и так далее. 8 кюмммента. 8 акончание, 10 акончание. 8 кюмменэста, 8 кюмменэста, 2 кюмменэлэ, 8 кюмменэлэ. 8 кюмменэлэ, если аккузативи или генитиви и так далее. 9 кюммента. 9 акончание, 10 акончание. окончания и другие варианты. Дальше, если у нас числительное 20 и еще что-то, 21, то есть от 21 до 99, как изменяются? Изменяются все три части, то есть начало кардэ плюс окончание, плюс кюммэнэ плюс окончание, плюс ухдэ плюс окончание. Конечно, это приходит только с тренировкой, вот это сразу автоматом у вас не получится сделать, нужно много тренироваться. То есть если у вас числительное 21, то от 21 часа, например, да, мы помним, что миста. Если 22, то же самое, кардэ плюс окончание, плюс кюммэнэ плюс окончание, плюс кардэ плюс окончание. Или кардэ са, кюммэнэ са, кардэ са. В 22 чем-то там, да, кардэ са, кюммэнэ са, кардэ са. Если будет числительное 100, то основа будет сада, и за 100 дней это будет сада сапяйваса. Как раз у нас курс за 100 дней это сада сапяйваса будет. И почему я вспомнила о том, что у меня еще не сделана третья часть, потому что мы сейчас в нашем курсе по новому учебнику на шестой главе в упражнении 23. И здесь нужно прочитать, смотрите. Талон католла он равен толла, это третья строчка, на крыше дома ресторан, и он на высоте 55 метров. И как это прочитать? 55 нам нужно поставить в такой же падеж, как и метрин, то есть в генитив. И получается сэ онной ВИДЕН, КЮММЕНЕН, ВИДЕН, МЕТРИН, КОРКЮУДЕССА. Еще раз. ВИСИ основа ВИДЕ, то есть ВИДЕН, нам нужен генитив. Потом КЮММЕНЕН, да, КЮММЕНЕН так и остается. Ну, точнее там было КЮММЕНТА, но основа КЮММЕНЕ и в генитиве получается КЮММЕНЕН. И ВИСИ снова меняется на ВИДЕН, вот оно, ВИДЕН, КЮММЕНЕН, ВИДЕН, МЕТРИН, КОРКЮУДЕССА. Соответственно, без знания правил, как изменяются числительные по падежам, вы не прочитаете это предложение. Это очень важная тема. Теперь мы с вами умеем от 1 до 100 изменять числительные по падежам, с чем я вас и поздравляю. И, конечно же, всех, кто еще не присоединился, приглашаю прийти к нам на курс УЧЕБНИК СОЛОМЕН МЕЙСТЕР КАКСИ в новом издании пройти за 100 дней. Не обязательно за 100 дней, можно медленнее. Теперь уже можно быстрее, потому что у нас уже 70 дней позади, вы можете хоть по 3 дня за день делать. Но на самом деле оптимальная скорость – это УЧЕБНИК за 100 дней, либо медленнее. Такие плюсы. Новое издание гораздо красочнее, чем было старое издание. В нем больше упражнений, и они сами по себе упражнения более интересные. Больше раздоворного финского языка. То есть этот учебник ближе к реалиям. И вообще он ближе к реалиям. Там есть такие задания, которые вот прямо пошел и в реальной жизни стал использовать. Например, нам нужно было найти билеты на поезд, забронировать, прямо пойти на сайт «Железный дорог в Финляндии» и там искать ответы на вопросы. Кроме того, сам курс в новом формате – это короткие уроки каждый день. Это, конечно же, уроки в записи. То есть вам не нужно каждый день к определенному времени быть в сети. Разобраны все тексты, все аудио доступны. Разобрано каждое упражнение. В предыдущих моих курсах по учебникам я просто говорила, что в каком задании нужно сделать. И какие-то сложные или очень интересные упражнения разбирала. А здесь каждое упражнение разобрано. Есть четкий план. То есть четко сказано в день, что вам нужно сделать, какую теорию посмотреть и какие упражнения сделать. Есть общий чат, где все могут, во-первых, общаться, поддерживать друг друга, высказывать свои положительные эмоции, либо, может быть, отрицательные эмоции, какие-то страхи и вопросы задавать мне. Встречи в Зуме у нас проходят каждую субботу в 11 часов. И сейчас мы уже на 70-м дне, в конце 6-й главы. И у нас не все встречи идут ровно по этим темам. Мы уже возвращаемся назад. То есть у нас уже недавно была новая встреча по первой главе, потом новая встреча по второй главе. То есть мы будем возвращаться назад. Встречи в Зуме не прекратятся, даже когда курс формально закончится. То есть когда я его закончу писать. И, конечно же, скидки предоставляются тем, кто уже занимался по старому изданию. У кого есть курс от меня по старому изданию, у того совсем другая, очень выгодная цена на новое издание. Новые отзывы. Во-первых, у меня недавно был день рождения. И если у вас есть желание, можете мне в комментариях написать поздравления, какие-то теплые слова. Просто в отзывы это попало. С наступившим днем рождения. Счастья, здоровья, всего-всего. Спасибо вам огромное за ваш труд. А вот дальше начинается самое главное. В разборе нового Сомен Местера и Кокси все идеально. И очень интересно и увлекательно заниматься. Фон, шрифт, цветовая гамма радует глаз. Еще раз спасибо. Я уже начала задумываться, когда этот курс закончится, что же мне такое сделать, чтобы не опускать планку, чтобы было так же, либо еще лучше что-то. Это будет непросто. Но пока у нас еще целый месяц впереди, когда мы будем писать этот курс. И еще один отзыв, он касается не только меня, но и встреч в зуме. Я посчитала важным это вам принести. Спасибо за задание и за отличный зум-встречи. Я немного отстала из-за приятных перемен, что сегодня в зуме думала, буду молчать и слушать. Но Женя все так прекрасно разъясняет, а с Валерией мы так чудесно все повторяем, что я все задания выполнила на отлично. Так что вперед и только вперед. Вот такая у нас очень дружелюбная, приятная, но рабочая при этом атмосфера царит в чате. И еще раз вам напоминаю, мне очень понравился этот образ. Я как будто бы все свои знания выгружаю из своей головы на флешку и загружаю потом в ваши головы. Ну, точнее, в этот курс, который вы потом можете загрузить себе в головы. Без помех. Четко из моей головы в вашу голову. А у меня, напомню, официально подтвержденный уровень C1. И если у вас возникли сложности с оплатой, если вы боитесь, что вы не можете с Финляндии оплатить, еще раз показываю, что когда вы переходите по ссылке на форму оплаты, у вас будут варианты либо оплата карты, выпущенной в России, либо оплата карты, выпущенной не в России. Если вы в Финляндии платите не русской картой, то вы выбираете, вот как на скрине слева, нижнюю строчку. Карта не Российской Федерации. И дальше у вас выйдет сумма в Тенге, потому что банк-посредник в Казахстане. Тоже не пугайтесь. Здесь на скрине у вас 4 тысячи. И сейчас, во-первых, курс поменялся, во-вторых, цена другая, поэтому будет немножко другая сумма. Но имейте в виду, что она примерно вот такого порядка. Не пугайтесь, что это большие цифры. Это казахский Тенге, потому что банк-посредник в Казахстане. Но считается все по курсу. Комиссия на мне. Вы не платите комиссию, я плачу комиссию. Поэтому не волнуйтесь. Это очень выгодная цена, тем более за такой курс. Все, я вас всех приглашаю. И прощаюсь с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...